И вы, наверное, спросите, а что мы сделаем здесь, возле Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации? Все очень просто. Именно здесь располагается одна из наших студий. И сейчас вы увидите, какие у нас здесь крутые студии. Всем привет! С вами компания Видеодоска. Если до этого мы были у Sirius, у МЧС, то сегодня мы находимся в Бузе. Одном из самых крупнейших вузов в Москве это вуз Ранхикс. И здесь у нас находятся целых две студии. Здесь мы спроектировали и установили зону ожидания, для того, чтобы наши гости могли посидеть, спокойно отдохнуть и уже потом зайти на студию. И, как видите, здесь специальные, говорят, надписи для того, чтобы было видно, проходит сейчас съемки на студии или нет. Дальше у нас идет гримерная зона, несколько вот таких вот шкафчиков, в которых можно положить какие-то вещички. Зеркало для того, чтобы посмотреть, как мы выглядим. Здесь у нас маленький уголок. Это гримерная зона. У нас располагается подсветочка для того, чтобы можно было вот так вот сесть и привести себя в порядок, а потом пойти на съемки. Давайте попробуем пойти на наши съемки. Пойдем в первое помещение. Итак, мы сейчас находимся в зоне интервью. Здесь у нас сразу мы видим ПТЗ-камера, несколько источников освещения, сама зона интервью, где мы можем поговорить с нашим интервьюируемым. И также здесь у нас располагается телесуфьер, премиум комплектации. Сейчас вот он включен, вы видите, что здесь бежит текст. И огромный телевизор, куда можно выводить дополнительную информацию, какую-либо презентацию. И точно так же этот телевизор можно использовать для проведения видеоконференции, где можно увидеть ваших собеседников. Скажите, Роман, вы здесь главный, я так понимаю, да? Да, я главный. Что это за помещение? Для чего его используют? Это у нас так называемая видеолаборатория номер 2 Ранхикс института. Это вторая студия, в которой мы проводим вебинары и интервью. То есть студия оборудована специально под две задачи. Как часто здесь проходят съемки? Съемки у нас проходят каждый день. Студия всегда занята прям с 9 утра до 7 вечера. Иногда бывают внештатные съемки и вебинары. Скажите, а здесь у вас какие-то собрания проходят? Достаточно крупный телевизор, на него можно выводить какие-то презентации. Для чего? Как его вообще используете? Ну, вообще телевизор такого масштаба нам для того... Мы проводим очень много различных вебинаров с госструктурами, с регионами. Наши художники и инженеры сделали нам такую зону, вот эту сложную конструкцию железную, которую можно применять, как, не знаю, позволить фантазию. Можно излишить фаны и различный декор, декоративные растения, картины. А часто вообще меняют фаны или в основном у вас вот этот используется и вы его так поставляете? В основном так используем, ну, так как есть, потому что у нас обычные люди приходят к нам не капризные, поэтому они полностью нам доверяют. То у вас стримдек, стримдеком пользуетесь? Да, стримдеком пользуюсь, на самом деле очень удобно. Ну, во-первых, даже не то, чтобы удобно, знаете, такое прикоснуться к будущему называется. Этот микшер у нас подключен к петлям, куда мы принимаем звук. И второй микшер у нас подключен к системе in-ear для отдачи звука в ухо спикеру. А информацию какую-то выводите только с компьютера или еще ноутбуком пользуетесь? Да, ноутбуком, конечно, с ноутбука очень удобно выводить, например, презентации. Кликером всегда пользуется спикер, потому что оператору не всегда удобно. Оператор должен следить и за степенером, и за съемкой. Сейчас мы находимся во втором помещении, где располагается нами всеми привычная и любимая студия с прозрачной видеодоской. Сбоку у нас располагаются два монитора. Сверху у нас располагаются микрофонные пушки. Здесь у нас находятся восемь источников освещения для того, чтобы получить идеальную картинку, как вот на этом мониторе. А также мы здесь видим набор фонов, и как на прошлой студии в МЧС, точно так же и здесь, они автоматизированы. То есть их можно опускать и поднимать, не вручную, а нажимая на кнопочку. У вас здесь, я так понимаю, преподаватели записывают какие-то видеоуроки, видеокурсы? Все верно, все верно. В основном это преподаватели, это лекции, реже это промо к этим лекциям. И бывают какие-то дополнительные, например, капустники, интервью. Но основное 90% это лекции. Хорошо, скажите, а у вас здесь вот располагаются микрофонные пушки. Их используют или цепляют обычно петлички? Пушки используются крайне редко. Я их, по-моему, не использовал ни разу. С петличек звук лучше и качественнее получается. Зеленый не используем, почему-то не подходит он нам. И бежевый очень редко. Но зеленый вы не используете, наверное, потому что у вас вот в той части есть хромакей, да? Да, у нас хромакей. Этот зеленый, он не подходит для хромакей, немножко не тот оттенок. А вот та часть стены, покрытая зеленым полотном, она используется для съемок на хромакее. Здесь я тоже у вас вижу достаточно большой телевизор, который, я так понимаю, вы тоже используете для того, чтобы какую-то информацию на него переносить или вебинары проводить, да? Чаще всего он используется для преподавателей, которые плохо видят. А что вообще вы снимаете на хромакее? Ну, преподаватель, может быть, хочет другой фон или фон, который будет меняться. Или какую-то анимационную графику. Мы потом в After Effects можем вставить какие-то интересные вспышки, смайлики, ну и так далее. Два микрофона я вижу, звуковой микшер, он уже, я так посмотрю, работает, настроен. Ноутбук. И, в принципе, я тут у вас не вижу стеймдека. Меня это немножко удивляет. Стеймдек есть в той студии. В этой... Она старше, и стеймдека тогда еще не заказали. Скажите, а часто вообще доской ее пользуются у вас на студии? 50% времени ей пользуются. То есть 50%... Она просто является как бы рамкой такой для преподавателя, где мы виртуально выводим его презентацию. И 50% времени он на черном фоне что-то рассказывает и рисует схемы, какие-то надписи, поясняющие студентам мой материал. По статике, как у вас? Тут все хорошо или бывает, что пробивает током? У меня ни разу не било током. Ни разу, да? Да. Тут плюс в тактильности. То есть преподаватель, ему, мне кажется, приятнее брать маркер и писать по доске. Он чувствует лучше текст, и ему привычнее. Что он делает в лекции, что здесь. Плюсы — это свет. Здесь можно регулировать теплоту освещения, то есть от теплых до холодных тонов. Таким образом можно выровнять и сделать очень приятную заднюю подсветку для преподавателя. Здесь эта студия удобна тем, что ты приходишь, и, в принципе, тут все уже готово для работы. Тут не нужно перенастраивать ничего. Свет установлен на кронштейнах, на раме. Есть кронштейн для планшета. То есть все это очень быстро устанавливается. Мы спроектировали уже больше ста таких студий, и вы можете связаться с нами по контактам под этим видео. И получить совершенно бесплатный 3D-макет в вашей будущей студии. Подписывайтесь и ставьте лайки. С вами была компания «Видеодоска». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok